Ой-ой, друзья, легализация проституции на самом деле это очень спорная тема, лично мое мнение, проституцию нужно легализовать, и я уверен, что в будущем ее легализуют, это вопрос времени. Проституция как была, так она и сейчас есть, я надеюсь, вы не пользуетесь их услугами, хотя это ваше дело, и в постели я к вам не лезу. Возможно, вы видели, как они стоят на трассах, может какие-либо страницы в соцсетях, или сайты, которые предоставляют номера проституток, ведь это не новость. Да и законом нашим это карается, ну как карается, если полиция ими занимается, не занимается. Да и штраф за занятие проституцией составляет от полторы тысячи рублей до двух тысяч рублей, проститутки такие деньги делают за час. Знаете, есть такая пирамида, называется помаслоу, человек не может использовать потребности высшей ступени, до тех пор, пока не выполнит нижнюю ступень, и секс находится в самой нижней ступени с голодом и жаждой, в физиологических потребностях. Что это значит? То, что человеку секс жизненно необходим, а значит данная профессия будет всегда, ведь потребность рождает спрос. Давайте о плюсах и минусах. Самая главная проблема, на мой взгляд, то, что нелегальные проститутки не проверяются на различные венерологические заболевания. По разным данным, но примерно каждая шестая болеет какой-либо болезнью. При легализации проститутки будут проходить часто медицинские проверки. Нелегальная проституция – это коррупционный теневой бизнес. При легализации будет пополнение государственной казны за счет налогов. Сейчас секс-индустрия контролируется в том числе и преступными группировками. Легализация сделает сферу прозрачной, женщины и мужчины будут защищены, так же и клиенты. Минусы легализации. Проституция станет профессией. Жрецы любви будут получать пособия, пенсии станут такой же частью социума. А еще говорят, что легализация подорвет моральные, национальные, культурные, семейные ценности. Я так понимаю, сейчас там у нас все хорошо, а когда легализуют, будет все плохо. И да, я не говорю, что при данной власти нужно легализовать проституцию. Нет, ни в коем случае. Как был бардак, так и останется. И на мой взгляд, ее нужно легализовать, либо действительно бороться. И стоит понимать, что та, которая сосет за айфон, или за какие-то либо еще подарки, далеко не ушла от тех, кто берет за это деньги. Но я думаю, многие понимают, почему 20-летние девушки выходят за стариков. По большой любви. С этим совсем очень сложно бороться. Телевидение, какие-то сайты, социальные сети, пести, пропагандирующие проституцию. Если с этим бороться, то нужно ужесточать законы. Мое мнение, если бы человек, который боролся с чем-то, и за их наказание получал неплохой процент со штрафов, то быстро бы это все прикрылось. Как и ларьки, где продают алкоголь после 11 и многое другое. А пока проституцию не легализовали, с ней нужно бороться. И хотя бы убрать из общего вида. То есть загнать в подполье. На мой взгляд, это куда лучше, чем то, что мы сейчас имеем. Я записал видеоматериалы, как они работают в Вижевске. Как уличные, так и девушке по вызову. Через сайт. После чего написал на них заявление. Данные видеоматериалы будут все на этом канале. С вами был Дикобрас. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok